Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Безусловно, главным событием недели стало возвращение зимы в регион. Снежный апрель в Алтайском крае побил рекорд 50-летней давности по количеству осадков. На метеостанции в Черышском обновился рекорд 72-го года. Об этом нашим коллегам из ТАС сообщили в гидрометцентре Западно-Сибирского управления. Рекордное количество осадков фиксировали метеостанции как в Алтайском крае, так и в Республике Алтай. Эксперты отмечают, что этот апрель стал самым холодным за 16 лет. Такая погода в сибирских регионах связана с воздушными массами, которые пришли из Арктики. Никто и подумать не мог, что к концу апреля край накроет снегом. Многие уже успели переобуть свой автомобиль. Это кадры Избийска. Два автомобиля, вероятно, на летней резине врезаются в трамвай. Аварий на дорогах края на этой неделе было много. Сотрудникам ГИБДД пришлось работать в усиленном режиме. В том же режиме работали и дорожники. Из-за обильного снегопада пришлось вывести зимнюю технику. Уже завтра в краевой столице будет больше 10 градусов со знаком «плюс». А по краю синоптики обещают повышение температуры до 20 тепла. Количество выпавшего снега в Алтайском крае превысило месячную норму. Повлияет ли это на весеннее половодие? Стоит ли опасаться второй волны паводка? И вообще, насколько необычна весна 23-го, расскажет Елена Макаренко. Та часть территории, которая помечена белым цветом, здесь присутствует снежный покров. Еще несколько дней назад, не без удивления, рассказывают специалисты Института водных и экологических проблем, карта нашего края была зеленой. За выходные картина кардинально изменилась. Снежный покров во второй половине апреля установился на территории практически всего региона. Ситуация совершенно нетривиальная для данной весны. И периоды интенсивного потепления сменяются теми ситуациями, которые мы наблюдаем сейчас за окном. Все завалено снегом. Но несмотря на то, что снег валит без остановки и последние осадки уже превысили месячную норму, особо повлиять на характер половодия, говорят специалисты, они не должны. Первая волна, благодаря чередованию потепления и похолодания, уже практически прошла. Уровень рек остался невысоким, большой воды сейчас не ожидается. Другой вопрос – вторая волна половодия во второй половине мая. В этом году снегозапасы в бассейне Катуни выше среднемноголетней нормы. Ну, то есть, безусловно, определенные риски есть. Вот если по метеостанциям брать, конкретно по метеостанциям, где-то 30, где-то 40 процентов плюс к среднемноголетней норме. Все зависит от количества осадков. К примеру, в 2014-м они привели к быстро развивающемуся паводку. Большая вода тогда прибывала по несколько метров за сутки. Мы тоже, в общем-то, наблюдали такую же картину, когда незаметно прошла первая волна половодия. Вторая волна половодия, с учетом снегозапасов, которые были, тоже была ожидаемо невысокая. Но вот на подъеме того невысокого половодия выпали интенсивные осадки в районе Горного Алтая. И мы здесь наблюдали то, что наблюдали. Правда, в таком исходе гидрологи все же сильно сомневаются и уповают на то, что беспрерывных осадков, таких как сегодня, не будет. Впрочем, специалисты не исключают причуды природы. Этой весной таковые случались уже не раз. Совершенно незаметно прошел ледоход, и в середине апреля вернулась зима. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком. На этой неделе состоялось сразу несколько судебных заседаний по резонансным делам. В Центральном суде так и не смогли выяснить, чем инвалид Дмитрий Лопатин избивал Михаила Старцева во время драки на Старом базаре. Битой тростью или палкой. А спустя сутки съемочная группа «Толка» и остальные журналисты были вынуждены покинуть зал суда, в котором рассматривают дело об убийстве жительницы Барнаула Елены Подун. Заседания, на которых решается судьба ее бывшего мужа Константина Подуна, теперь будут проводиться в закрытом режиме. Об этом попросила сторона защиты. Гособвинители, потерпевшие предложение, поддержали. Напомним, в январе этого года Елену Подун начали искать ее близкие. Позже выяснилось, что женщина мертва, а ее тело находится на крыше дома. Обвинение в убийстве предъявили бывшему мужу Елены. По версии следствия, он задушил ее и замаскировал убийство под исчезновение. В суде Ленинского района решался вопрос о допустимости видеосъемки в зале суда. Однако адвокат подсудимого попросил и вовсе провести заседание в закрытом режиме, так как, по мнению сторон, излишний резонанс может не лучшим образом отразиться на детях, которые и так остались без мамы. Подсудимый с этим также согласился. И снова к теме, о которой уже рассказывали в наших выпусках. Сотрудников роддома при краевой больнице скорой медицинской помощи номер 2 отправили на простой. До 7 июля специалисты родильного дома будут ходить на работу, но по факту работать не будут. В Минздраве региона издали приказ, по которому в эту больницу больше не возят беременных. В ведомстве это объяснили дефицитом кадров. Но и новых специалистов не ищут. Сотрудники роддома уверены, что их отделение хотят закрыть. А оставшихся специалистов выжить минимальной зарплатой. Мои коллеги разбирались с ситуацией. Тысяч 6 за месяц. И ходить я туда должна с 8 утра до 4 дня. В таких условиях оказалась врачная ионатолог высшей категории Елена Красноружских. Она работает в роддоме при краевой больнице скорой медицинской помощи номер 2. 8 апреля всех сотрудников роддома отправили на простой, оставив от зарплаты 2 трети оклада. Сколько вы уже потеряли? Ну из сотрудников? Ну половину точно. То есть человек 50-то, наверное, точно. А еще больше сотни специалистов в подвешенном состоянии. То, что роддом при БСМП номер 2 хотят закрыть, сотрудники слышат давно. После появления дара тяжелых рожений свезут туда, а местные палаты пустуют. В 2022-м здесь приняли 589 родов, тогда как в 2018-м их было больше 2000. Ранее мы делали об этом материал. Тогда главврач Александр Берестенников заявлял, что ликвидировать роддом не будут. И все ждали новую маршрутизацию беременных, после которой поток пациенток сюда должен был вырасти. Оказалось наоборот. Роддом лишили работы. В связи с обращением главного врача Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи номер 2, временно сложившемся кадровом дефиците медицинских работников родильного дома, с 1 апреля временно приостановлена маршрутизация беременных в вышеуказанную медицинскую организацию и определена маршрутизация беременных женщин, низкая и средней степени риска, закрепленных за вышеуказанной медицинской организацией в родильный дом номер 2 до решения кадрового вопроса. С нового года в роддоме нездоровая атмосфера. По словам Елены Красноружских, на сотрудников давят, спрашивают, куда они собираются уйти работать. А недавно им принесли опросник, куда просили вписать новое место трудоустройства. И все это на фоне формулировок Минздрава о дефиците сотрудников. Но и поиска кадров все это время не велось. Главный вопрос, конечно, об изменении маршрутизации, который был издан приказ 31 марта. Естественно, каким образом будут поступать пациенты, если издан такой приказ о временном изменении маршрутизации в связи с дефицитом кадров в родильном доме. Конечно, он вроде бы кадры начали дефицит проявлять. Но опять, почему только поиск именно работников был опубликован от 3 апреля. Больше 30 специалистов роддома обратились за юридической помощью. Ведь по трудовому кодексу в режиме простоя работникам должны платить 2 трети зарплаты, а не оклада. Если их вины в простое нет. Пока же получается, что работники могут быть виновны в плачевном состоянии дел роддома. Не выдерживая морального и финансового давления, некоторые ушли в отпуск с последующим увольнением. При этом узкие специалисты, например, неонатологи, в Барнауле могут и не найти свободных ставок. Работу бы не хотелось менять. У меня есть где работать. Меня педиатром возьмут хоть куда, но... Коллектив сложился? Очень, очень невероятно жалко. Я там 20 лет отработала. Очень жалко просто. Но люди вообще никому не интересуют. Тем более внутреннее состояние. Сотрудники написали заявление в трудовую инспекцию и прокуратуру. Получив ответы, обратятся в суд и будут отстаивать свои права. Специалисты считают, что роддом, полвека принимавший тяжелых беременных, нельзя закрывать просто так. Режим простоя продлится до июля. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. В Алтайском крае стартовало всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Напомним, традиционно голосование за выбор общественных территорий проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Валентина Аскерова расскажет подробнее, как отдать свой голос за любимое место. Свыше полутора тысяч дворов, парков, аллеи, зеленых и пешеходных зон благоустроено в Алтайском крае за пять лет. Причем жители региона сами выбирают, какие места облагородить. Участвуют в онлайн-голосовании. В этом году голосуют за объекты, которые благоустроят в следующем году. Всего по 42 муниципальным образованиям предлагается на голосование 174 территории. Из них, я сказала, 14 – это переходящие. По остальным будет как раз возможность выбрать то, что интересно жителям. Мы провели анализ, какие же территории все-таки были предложены для голосования. И тут лидирующее значение – это где-то 79, по-моему, территорий. Это территории, которые предназначены как для проведения каких-то крупных мероприятий, так и для отдыха. Что касается краевой столицы, то выбрать нужно из 37 территорий. Это как крупные парки, так и небольшие скверики. В этом году добавлен новый объект – часть территории бывшего парка культуры и отдыха имени Ленина. Заместитель главы администрации города Антон Шеломенцев отмечает, что с каждым годом горожане голосуют все более активно. По прошлому году 34 с лишним тысячи человек у нас свои голоса отдали. Так же, как и в этом году, в прошлом году мы голосовали за одну из территорий. Победил парк центрального района и уже определился подрядчик по его благоустройству. И так же голосовали за этапность благоустройства парка юбилейного. В этом году, в юбилейном, наверное, основной вид работы – это строительство велодорожки, велобеговой 3-6 километров, это освещение. А вот что сделают в парке в 2024 году, жители выбирают в этом голосовании. Для этого барнаульцам надо выбрать в голосовании раздел «Дизайн проект» и отдать предпочтение понравившемуся варианту. Кстати, проголосовать могут все жители края и города с 14 лет. Сделать это можно через портал госуслуги, а также при помощи волонтеров. Добровольцы будут работать в торговых и многофункциональных центрах. Депутаты также будут работать еще и с пожилым населением нашего города Барнова, потому что у некоторых просто нет возможности выйти в интернет, у некоторых, может быть, даже пожилых людей нету и гаджетов. То есть мы будем, конечно, объяснять, предоставлять точки, где будет доступ к интернету. Также будем подводить этих людей к тем же самым волонтерам. Онлайн-голосование стартовало в минувшие выходные и продлится полтора месяца, вплоть до 31 мая. Напомним, барнаульцы могут проголосовать за одну территорию и за следующий этап благоустройства парка «Юбилейный». Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Малые города страны ждет парковая революция. Об этом заявил руководитель парка «Изумрудный» Владислав Вакаев. Мы встретились с Владиславом после его поездки на международную выставку по развитию парков и общественных территорий. Конференция прошла в Москве. На таких встречах обмениваются опытом, вдохновляются идеями, чтобы реализовать какие-то проекты у себя дома. Наш спикер рассказал о главных тенденциях в развитии общественных пространств, которые можно было бы применить и в Алтайском крае. Владислав Александрович, для чего проводятся такие международные выставки? «Самое важное в деле развития парков – это обмен опыта. Нужно понимать, как развиваются другие регионы или даже страны, для того, чтобы самые новые идеи, тенденции попытаться уловить и позаимствовать, для того, чтобы применить на практике здесь у нас в регионе. Потому что мы, с одной стороны, говорим, что парк «Изумрудно» – это площадка для отработки передовых технологий. Но эти передовые технологии мы берем как раз у передовых регионов и стран в плане развития общественных пространств. Сегодня, вот я не устою об этом повторять, что в мире идет настоящая парковая революция. То есть идет масштабное преобразование общественных пространств. Сегодня это превращается в важнейший фактор развития городов, в их конкурентоспособность. Чем больше у тебя хороших благоустроенных пространств, тем охотнее там у тебя живут люди, тем охотнее туда приходят инвестиции, и тем больше приезжают туристов. Поэтому сегодня даже такие страны, казалось бы, да, то есть там Сирия и Иран, на самом деле очень интересные были у них выступления, они показывали видеоматериалы, там есть на что посмотреть. Вот так же вы мне уже говорили о том, что мы, может быть, немножечко отстаем, может быть, уже лет на 10 от каких-то крупных городов России. Вы знаете, вот в 2019 году я увидел большой отрыв нашего региона от передовых территорий нашей страны. Но вот за минувшие три с половиной года мы действительно преодолели очень многое. Мы вышли на новые рубежи, это очень хорошее достижение, я считаю, команды, которые управляют регионом. И действительно, ну, качественно новые шаги были предприняты. В то же время всегда есть чему поучиться, да, и те регионы, которые были локомотивами там 3,5-4 года назад, они сегодня продолжают идти развиваться дальше, поэтому мы их в какой-то степени нагнали, но они идут вперед, поэтому нам нужно сейчас посмотреть, что же там делается для того, чтобы тоже постараться не отстать от них. Ну, а какие сейчас вообще тенденции, что бы вы вообще могли из вот этой вот выставки для себя подчеркнуть? Что, может быть, вас вдохновило, что мы сможем увидеть в Изумрудном? Ну, я бы даже не только об Изумрудном говорил, а в целом надо говорить об общественных пространствах региона, потому что вот есть такие тренды, которые, ну, нужно на них обратить внимание. Первое, что я для себя увидел, это уже устойчивая тенденция к централизации управления парками, то есть создаются департаменты специализированные, которые занимаются управлением парком, потому что уже уходят от той тенденции, когда там условно горзеленхоз, который обслуживает зеленые пространства обычные, там бульвары, аллеи, козоны какие-то, цветники в городе, которые, ну, управляют, точнее, не управляют, а обслуживают парки, содержат парки. Сегодня идет разделение таких функций, потому что парк – это более сложная структура, здесь не только нужно заниматься текущим содержанием, убирать мусор, стричь там траву, убирать поросль или обрезать аварийные ветки, это гораздо более серьезная вещь, то есть здесь нужно организовывать какие-то события, здесь нужно взаимодействовать с общественностью. Вторая тенденция очень интересная, связана с тем, что регионы ищут возможности решения такой извечной проблемы парка в том, что они оказываются в фокусе или в зоне ответственности разных ведомств. То есть, ну, не секрет, что это и Минстрой, да, это и Министерство культуры, это и Министерство природных отношений, да, то есть и какие-нибудь еще структуры, да, там частично управление по предпринимательству, управление по туризму, Минспорта. И у каждого есть, ну, скажем так, свой интерес к паркам, и в то же время зачастую оказывается, что нужно как-то координировать вот этих интересантов, да, для того, чтобы сообща развивать парки, и в этом плане ищут разные подходы. Ну, условно, нужно им развить какую-то парковую территорию, да, они параллельно смотрят, какие программы есть по линии ЖКХ, по модернизации там сетей, да, для того, чтобы сделать сначала эти сети, чтобы потом, сделав парк, не перекапывать его, да. Третья тенденция очень интересная, она связана с, ну, скажем так, новыми подходами в проектировании парков, потому что сегодня мы видим уже устоявшуюся тенденцию от общественного проектирования. Вот то, что мы на Изумрудном отработали, для других регионов это совершенно нормальная вещь, то есть ни один сегодня нормальный проект не разрабатывается без того, чтобы привлечь людей на разных этапах, на этапе обсуждения концепции, на этапе обсуждения уже эскизного проекта, на этапе работ, то есть все это идет в тесном взаимодействии с людьми, которые, в конечном счете, являются главными пользователями. Это позволяет снять какие-то острые проблемы, да, принять тот проект, который реально нужен людям. Есть еще интересные тренды, но они больше касаются уже не только общественных пространств, а более широких вещей, потому что сегодня мы видим, ну, скажем так, уже новый шаг у передовых городов в развитии озелененных пространств. То есть сегодня уже речь идет не о том, чтобы точечно какие-то парки, либо общественные территории реконструировать. Уже сегодня все больше и больше городов говорит о создании зеленого каркаса города. То есть уже смотрят, как связать ядра, а парки являются ядрами такого каркаса, связать это определенными коридорами зелеными, да, и на это делается упор. И более того, сегодня уже стараются продлить эти коридоры за город, то есть сделать выход за город, то есть для того, чтобы человек мог, и не только человек, кстати, и там животные, да, могли, скажем так, по этим зеленым коридорам двигаться внутрь города, из города. И, соответственно, допустим, очень хорошие подходы с созданием экотроп, который выходит прямо из города. То есть и ты можешь там, начиная там от центра города, идти по зеленым пространствам, и дальше выходить экотропа, и она может идти там километров на сто. Я думаю, что у нас есть все условия для того, чтобы выйти на, скажем так, новый этап парковой революции. Она уже началась в нашем регионе, ну вот теперь можно сделать следующие шаги, и это было бы правильно. В России в этом году прогнозируют рост турпотока на 5% или на 7 миллионов человек. Речь о внутреннем туризме. В стране даже определили 18 приоритетных направлений для отдыха Алтай в этом списке. В Москве на совещании обсуждали состояние инфраструктуры. Иными словами, готовы ли мы встречать туристов? Так каким образом в Алтайском крае и горном Алтае собираются повышать комфорт гостей? Расскажем далее. Внутренний туризм уплотняется. Прогноз на этот сезон плюс 5% или на 7 миллионов человек больше, желающих увидеть красоты России. Июль – пиковый период, и он все ближе. В Москве уже думают, как перевозить людей. Мы видим, что по Краснодарскому краю, по Москве, по Санкт-Петербургу, по Уралу, по Северному Кавказу такое ощущение, что у нас все-таки в пиковую загрузку, у нас места может не хватить. Еще раз сверить необходимость дополнительных рейсов в высокий период, который начинается в июле. По данным Министерства экономического развития страны, авиатранспорт в 2022 году был самым загруженным – 85%. Наполовину наполненной туристами двигались поезда, а вот автобусы и автомобили отдыхающие выбирали реже всего – 36% случаев. В 2023 приоритеты меняются. По подсчетам специалистов, в высокий сезон прирост туристов в месяц составит почти полмиллиона человек. 273 тысячи из них поедут на поездах, 229 тысяч полетят, 144 тысячи остановят свой выбор на автобусах и личных авто. Таковы расчеты по 18 приоритетным для туризма регионам. Среди них и Алтай. В Алтайском крае в плане развития инфраструктуры большие ставки делают на обновление Барнаульского аэропорта, появление нового аэровокзального комплекса. Ведь по данным за 2022 год, пассажиропоток вырос на 20% и впервые превысил отметку в 600 тысяч человек. По информации регионального министерства транспорта, проект отправлен на экспертизу. До конца мая в Барнауле планируют получить одобрение проектно-сметной документации и начать строительство на полгода раньше срока. После строительства нового аэровокзального комплекса пассажиропоток ожидается более 1 миллиона человек в год. В этом году за первый квартал 138 тысяч человек, в 2022 году за первый квартал было 108 тысяч человек. В Горном Алтае тоже собираются преобразить аэропорт. По информации правительства республики, сейчас подготовлено техническое задание на реконструкцию аэропорта и строительство нового терминала, чтобы принимать в час не 200 пассажиров, а 500 в 8. Есть и еще более масштабная идея. Власти ищут оптимальный вариант местоположения новой автодороги к природному парку Белуха. 50 километров трассы должны соединить поселки Тюнгур и Инигень. Объездной путь сейчас составляет почти 300 километров. Строительство автомобильной дороги обеспечит прямую транспортную связь Усть-Коксинского и Ангудайского районов, а также позволит сократить расстояние и сделать более комфортным проезд от города Горно-Алтайска до села Тюнгур, начало пути к природному парку Белуха. Автомобильный транспорт для туристов Горного Алтая основной. Чаще всего приезжают туда с сибирскими номерами. Впрочем, и передвигаться по двум Алтаям, и, возможно, на машинах, и, конечно, лучше на личных. Так что, если вы планируете отдохнуть дома, учитывайте этот фактор. Анастасия Дорогань, День с толком. Вернемся в краевую столицу. Барнаул год от года становится все краше. Это подтверждают фотографы, урбанисты, архитекторы. Появляются новые колоритные места для прогулок, необычные кафе, эффектные фотолокации. Однако, есть в такой положительной истории ложка дегтя. Насколько вписываются новые арт-пространства в городскую среду? Не разрушают ли ее идентичность и культурный код? Валентина Аскерова в своем репортаже попыталась дать ответы на эти вопросы. Барнаул весна после температурных качелей. Погода постепенно налаживается. А это значит, что горожане меняют теплую одежду на более легкую и яркую. Городские улицы становятся более оживленными. Люди гуляют, делают фото в самых медийных местах городского пространства. Так у обновленного театра кукол каждый час, особенно в теплую погоду, кто-то фотографируется. Фотограф Александр Черников рассказывает, что за последние годы Барнаул преобразился. Если 20 лет назад фотографы ломали голову, где провести крутую фотосессию, то теперь все гораздо проще. Фотолокаций множество. Кукольный театр очень яркий. Сюда и молодожены заезжают. И просто молодежь фотографируется. Ну, конечно, самая популярная точка – это ВДНХ. Это прекрасный вид города. Прекрасный вид реки Аби, набережной. Тут же рядом наш Барнаульский Арбат тоже стал пользоваться спросом. И, в принципе, удачно для тех, кто хочет пофотографироваться, что все в одной практически точке. Примером популярного и при этом идеального городского пространства урбанисты-архитекторы в один голос называют улицу Молотобольскую – так называемый Обской бульвар. На мой взгляд, такой достаточно хороший пример спокойных, не агрессивных акцентов. То есть есть там корпус АГУ, есть гостиница Центральная, есть администрация, угловые акценты жилых зданий. Ну, то есть там все как-то с городостроительной точки зрения так подобрано более-менее спокойно. Но есть и пространства, которые выбиваются из городской среды, разрушают ее целостность. Хотя с точки зрения архитектурных новинок вполне себе интересны, рассказывает барнаульский урбанист. Историческая часть города, она очень страдает от того, что, скажем, неподходящие, несоразмерные, несамасштабные акценты как раз портят исторический облик. И, скажем, если на фоне исторического здания, памятника архитектуры или истории построится большое жилое здание, вот оно автоматически перетягивает акцент на себя. Возможно, оно не будет хорошим фоном для исторической архитектуры. Вот таким образом как бы и разрушается историческая среда, то есть чужеродный объект появляется. Меняются и спальные районы города. Правда, преображение тоже вызывает споры. Так на фоне невзрачных многоэтажек, которые построены как под копирку, вырастают фантастические арт-пространства. Сегодня они выбиваются из общего массива жилого фонда и тем самым привлекают внимание. Речь идет о необычном арт-пространстве, а кафе в виде железного робота. Это фонари от 53-го газика, очень-очень древнего, тоже найденные на металлоломе. Оформил пространство известный художник-декоратор из республики Алтай Алексей Стешек. Это уникальное пространство, напичканное роботами, которые будут, думаю, интересны всем. Такой своеобразный музей роботов. Представьте, что вас выдернули просто из привычной среды. Вот вы шли по дороге, допустим, или ехали просто по дороге. И вас просто вот взяли и переставили, и просто вообще совершенно другой мир. Барнаульские архитекторы уже оценили новинку. По их мнению, она добавила городу красок. Подобные проекты довольно контрастны в нашей городской среде. Особенно если посмотреть спальные микрорайоны в полном смысле слова. Они имеют одинаковые архитектурные решения. То говорить о том, что такой объект именно прям вписывается, скорее он работает на контрасте. Он призван привлекать внимание, быть заметным, то есть создавать вау-эффект. По словам архитекторов, подобные места дают возможность жителям спального района в выходные дни не эмигрировать в тот же центр города, а оставаться в своем районе. Появляется объект оригинальный, и люди начинают говорить, а помнишь, мы были вот возле того-то объекта. Не в спальном там районе какой-нибудь Балтийской крепости или еще что-то, а были вот у того интересного бара или в том интересном парке, в котором находится какой-то арт-объект, с которым хочется сфотографироваться, то есть провести время. Ведь специалисты не зря говорят, что спальные микрорайоны для того, чтобы избегать маятниковой миграции, в том числе и в выходные дни, должны обладать социальной инфраструктурой, социальной бытовой в том числе. И вот объекты, которые предоставляют такие услуги, говорят, как бы оставайтесь здесь, да и можешь здесь провести интересное время. Оригинальные объекты однозначно идут на пользу городу, жителям, однако архитекторы все же настаивают на более деликатном подходе. Советуют строителям, предпринимателям учитывать городскую среду целиком. И не только создавать необычные локации в городе, но и стараться вписывать их в архитектурные и культурные кады. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. На этой неделе во всех храмах Алтайского края колокольный звон раздается не по расписанию. Связано это с давней традицией. На светлую седмицу в колокол может ударить любой желающий. Наш корреспондент постигал азы колокольного звона и узнавал, почему стоит звонить в колокола. Мы его называем постовой колокол или будничный, потому что на будни в него звонят звонари. Однако на пасхальной неделе в него может позвонить любой желающий. Это целая традиция, зародившаяся еще в Древней Руси. Колокола до революционных времен состоят из сплава меди, цинка и даже серебра. Последний элемент, согласно старым поверьям, добавляли ради более чистого звучания. Конечно, жемчужина Покровского кафедрального собора – это вот этот колокол Благовест. 1250 килограмм. Его звон при хорошей погоде слышно на несколько километров. Послушайте. Он считается главным в храме Покровского собора. Его роль – быть сопровождающим для других, более маленьких колоколов. Вот это большие колокола. На них мелодию не сыграть, потому что они педальные. А тут, если просто мелодию сыграть, то не очень слышно. Можно мелодию сыграть, любую мелодию сыграть. Например... Их называют «зазвонные». В связке таких может быть до четырех. У каждого свой тембр. Они же задают темп всей музыки. А вот среднеразмерные варианты – это подзвонные. Служат для украшения мелодии. Со стороны вся конструкция напоминает орган. Но за колокола может встать и человек без музыкального образования. Да, владыка благословил научиться. Ну, есть у меня небольшие сомнения, потому что мне кажется, что это, ну, как невозможно научиться стать Чайковским либо Бахом. Также вот, возможно, сложно научиться по-настоящему красиво звонить. Но для простых людей самое полезное – не красота звучания, а свойство, которое дает колокольный звон. И некоторые люди, когда приходят, чтобы получить благодать какую-то, снисходящую от звука, от звона, прям становятся под колокол, вот так вот. И звонят, звонят в колокол. И они так становятся... И прям вибрируют вместе с колоколом. Вот. И уходят отсюда очень приподнят в таком настроении, в здравии, благополучии. Такую процедуру можно опробовать на себе в любом храме Алтайского края, только в пасхальную неделю. Потом за колокола вновь станут профессиональные звонари. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Сразу несколько знаковых спортивных событий произошло на этой неделе. К примеру, алтайские хоккеисты впервые в истории стали серебряными призерами Кубка Федерации. Конечно, был шанс дотянуться и до золота. Но в пятом матче финала Кубка они проиграли клубу ЦСКА ВВС. Собственно, и до его начала, по итогам первых четырех встреч, наши уступали соперникам 1-3. Поэтому на родине летчиков оказались в позиции догоняющих. Желание отыграться привело лишь к большему количеству удалений. Численное преимущество. Два игрока помогло хозяевам площадки забросить первую шайбу. После второго гола и удаления одного полевого со стороны самарцев «Динамо Алтай» решили снять вратаря и выпустить шестого игрока для атаки. Тактика себя не оправдала. В опустевших алтайских воротах оказалась третья заключительная шайба. По итогу сезона у наших серебро до золота так и не дотянули. Где будет выступать Барнаусский клуб в следующем сезоне, пока непонятно. Неудачи завершилась и первая на домашней арене. Игра барнаульских футболистов. Накануне встречи поле буквально завалило снегом. Чистили его три раза и матч решено было все-таки провести. Барнаульцы принимали у себя команду из небольшого чувашского городка с населением в 10 тысяч человек. Игра не задалась буквально с первых минут. И по итогу барнаульцы уступили 0-2. У меня на этом все новости. Если у вас есть актуальные и интересные темы, звоните. Телефон нашей редакции 205-545. Мира и добра всем через несколько секунд. О погоде спонсор прогноза компании Валар. Продолжение следует...